Ну, Артём с тобой общается, и, наверное, он всё-таки понимает и видит, что ты страдаешь от того, что вы не разговариваете. Если ты действительно хочешь этого примирения, может быть, открыто об этом можно было бы сказать? Да нет, не то, что я страдаю. Просто вчера была какая-то ностальгия, и я видела ребят, что они... ну, что они счастливы. Аня, ну зачем ты сейчас демонстративно вот теребишь ему губы, целуешься, ловишь комару? Он потянулся, а меня поцелают, что нельзя, чтобы меня прославили. Но я же вижу, что специально демонстративно делаешь вид, что тебе неинтересно, что говорит Кристина. Это я просто в шоке. Мне нельзя ни улыбаться иногда, ни то, ни сё. У меня Макс потянулся поцелу. Это будет просто неуваживаться. Нет, ты сидишь, целуешься, пока она разговаривает. Окей, дальше ты начинаешь терять губы и что-то говорить. Речь о тебе. Я слушаю Кристину. Давай, тогда давай послушаем. На самом деле, я понимаю, что слишком многое плохое было и с моей стороны, и с Аней стороны. Я сейчас не держу с Ланей на кого, и тем более на Аню. Аня для меня была близким человеком, и да, я была неправа в некоторых ситуациях. И была неправа тогда, когда мне было жутко больно. Я думала, что весь коллектив, и в том числе Аня, которая мне была близко по духу, против меня идёт. Может быть, я пыталась как-то защитить... А Аня права была, что тебя избила? Нет, в том случае она не была неправа, но я тоже была неправа, что я говорила те вещи, которые я не должна была говорить. Окей, ты хочешь помириться, я правильно понимаю? Я не то, что хочу помириться, но я не хочу больше этого негатива, и чтобы мы прошли мимо друг друга. Просто я не понимаю, зачем отрицать. Хорошо, Ань, хочу послушать тебя. Вот Кристина высказала, что скажешь? Я говорила, что я, смотрите, я с Кристиной общаться так, как раньше общалась, не буду. Слишком много слов было сказано, если она себе только что-то придумала. Если она друг была распущена. Я не отрицаю, Ксюша, то, что я не права в той ситуации, но я Кристину предупреждала. Если она хотела как-то мне тогда сделать больно, я сделаю больно по-другому. У меня нет никакого негатива, я её никогда не трогала. И то, что там придумали, что я какой-то заговор сделала, хорошо, пусть это будет всегда. А твой молодой человек собирает заговор и против Кристины. Почему я должна всегда отвечать за действия других людей? Я понять не могу. Это не просто другой человек, это твой парень. Нет, Ксюша, просто знаешь, я всегда замечаю, что я должна быть где-то понимающей, снисходительной. Всегда должна отвечать за какие-то поступки других людей. Не имеет значения, это Макс сделал или не Макс. Это не делала я. Почему-то надо скидывать на меня. Подожди, подожди секунду. Ты можешь... Смотри, Максим твой парень? Да. А стал бы он это делать за твоей спиной? Он стал и сделал это за моей спиной. Если бы тебя отпустило, как ты говоришь, или тебе было бы всё равно, и кто бы не стал надрываться и собирать заговор. Так, это Максим, при чём тут я? Почему вы всегда действия другого человека применяете на меня? Что за нервы? Объясни мне, пожалуйста. Что? Что за нервы? Да это не... Потому что, Ксюша, даже сейчас меня Макс потянулся поцеловать, ты неуважительно относишься. Всегда, за всё время, когда Кристина думала, что я хочу что-то по ходу, я ничего не делаю, я всегда выглядела по ходу. Ну, просто столько эмоционируешь, можно сказать. Ну, потому что это меня уже бесит, мне это неприятно. Максим, мне надо собирать за горо, мне на Кристину всё равно, общаться мы больше не будем, да? Он знает прекрасно, и Катя об этом знает, и Артур об этом знает, они прекрасно знают, как я ухожу, когда... Хорошо, я задала вопрос, ты с Кристиной будешь мириться, да, или нет? Я не буду мириться, Дэра, не буду. Не будешь? Окей. Прощение тоже не хотите попросить друг у друга, хотя бы за то, что произошло? Я могу попросить прощение за то, что я подняла на неё руку, что я её ударила, избила и так далее, но за другое мне не за что извиняться. Это уже шаг, давай. Ну, я хочу извиниться за то, что я тебе принесла вред, ударила, избила и так далее. Извини, я, не знаю, больше так не буду. Кристина? Ну, я принимаю извинения, понимаю, что я была провокатором в этой ситуации, тоже прошу прощения, что я выдала твой секрет. Теперь у меня тогда вопрос, младшую девочку. Теперь у меня тогда вопрос к Максу. Есть конфликт между двумя девушками. Как говорится, бабы сами разберутся. Ты зачем в это влез? Тем более, как сейчас подтвердила Аня, она тебя об этом даже не просила. Зачем ты в это влезаешь? Потому что слова, которые она говорила, в принципе, задевали меня тоже. Я как могу, как бы это страшно не звучало, ответить девушке. Я не могу кричать, я не могу обзывать, я не могу бить. То есть, да, это такое единственное выражение фи было в ее сторону от меня. Единственное, вот так вот я мог поступить, все. Я это сделал без участия Ани, специально я ничего не говорил, и все. И как, можно сказать, выдохнул. А то, что девочки не хотят мириться, ты Аню поддерживаешь в этом, что действительно не надо общаться? Ну, мое личное мнение, да. Не надо.